Отложенный спрос и приостановка планового лечения – то, что произойдет в регионе в ближайшем будущем, если темпы роста заболеваемости коронавирусом не удастся остановить. Сейчас возобновлена диспансеризация. Она позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда их можно вылечить. Так диагностировано более 500 новых заболевших онкологией. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бинян. За 8 месяцев текущего года в регионе было построено две больницы в Самаре и Тольятти. Это два сверхсовременных ковидных госпиталя. На подходе еще две больницы по 100 коек. Но число заболевших растет, что вынуждает медиков приостанавливать плановую помощь пациентам и все силы направлять на борьбу с коронавирусом. Никакие темпы строительства не угонятся за темпами распространения инфекции. И клонировать медицинских работников мы тоже пока не научились. И в этом я обращаюсь к нашему населению. Чтобы мы могли помочь вам, помогите нам приостановить ее на уровне профилактики, на уровне сдерживания ее инфекции. Коронавирус бьет по больному, рассказывает Дмитрий Дупляков, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения региона. И в случае, если у человека имеются заболевания сердца, ковид-19 может привести к непоправимым последствиям. Вирус, он благодаря тем рецепторам, которые есть, и как он взаимодействует с клетками, он очень тесно взаимодействует с сосудистой стенкой. Неважно, какая артериальная или это венозная сосудистая стенка. Поэтому процесс, когда здоровый организм человека без коронавирусной инфекции у нас хорошая, такая эластичная сосудистая стенка без каких-либо признаков воспаления. Если возникает, проникает в организм коронавирус, то это воспаление на сосудистой стенке, это воспаление на атеросклеротических бляшках, это разрывы этих бляшек, инфаркты, инсульты. Опасен коронавирус и людям с сахарным диабетом. Заплевание новой коронавирусной инфекции приводит к тому, что наши пациенты с сахарным диабетом декомпенсируются. У них отмечается повышение уровня глюкозы крови. Очень часто те пациенты, которые проходят стационарное лечение в ковид-госпитале, имеют глюкозу крови до 25 и выше миллимоль на литр, что требует коррекции сахароснижающей терапии и перевода их на инсулинотерапию. Такие пациенты после выписки имеют некомпенсированный сахарный диабет, что требует помощи врача-эндокринолога и более интенсивной сахароснижающей терапии. Пациенты, переболевшие коронавирусом, сохраняют инсулинотерапию. Это требует дополнительно как инъекций, так и увеличения количества самоконтроля глюкозы крови и более частого наблюдения врача-эндокринолога. Но главным образом от коронавирусной инфекции страдают органы дыхания. Соответственно, коронавирус, мы уже знаем, поражает органы дыхания. Соответственно, самым грозным проявлением является пневмония. Соответственно, у людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания, будет гораздо тяжелее протекать это заболевание. Сделать прививку может любой желающий, если у него нет противопоказаний. Вакцинацию проводят как в мобильных прививочных пунктах возле торговых центров Самары и Тольятти, так и в круглосуточных кабинетах в 10, 4 и 6 больницах города. Виктория Шарая, События.